Всем доброго времени суток, мои дорогие. У нас суббота. Время практически обед. Мы приехали с магазина. Хочу сказать, ужас и катастрофа. Серёжа меня давно гонял, что пора ехать в магазин, пора закупаться, все это делают. Ты вечно чего-то ждёшь. Ну, вроде как бы не поддаваться панике, не поддаваться панике. Но я всё-таки считаю, что это не паника, а, скорее всего, мера предосторожности, чтобы реже выходить из дома. И всего лишь, не больше. По мере возможности оказываться в местах, где не столько много народу. Но сегодня это просто, я не знаю, ну, очень много было народу, очень много. И знаете, чувствуется такая накалённая обстановка. Как-то все напряжены. Даже вот нет каких-то там обыкновенных простых вот улыбок навстречу. Да, бывает, что едешь там с тележка, бывает так вот не разминуться, и вот кто-то тебе улыбнётся, ты в ответ и что-то скажешь. Нет, все такие напряжённые, прям вот натянутые. Мы тоже закупили, знаете, потратили, хочу сказать, 160 евро. Да. Серёжа сказал, есть не просит. Хотя я вот как-то всё-таки скептически к этому отношусь, что не стоит это покупать. Но когда ты видишь вот этот ажиотаж, и когда люди вот с такими тележками, вот гора, прям гора, гора, и ты понимаешь, ну, вот же, вот да, они же закупаются, наверное, тебе тоже это нужно. И я не знаю. Ну, купили много муки. Опять же, ну, я всегда покупаю много муки. Я часто что-то пеку, что-то стряпываю. Ну, вот, на неделю я покупала, там, 2-3 килограмма, если что-то планирую делать. А так, ну, килограмм, там, я не знаю, даже. Сейчас взяли 5 килограмм муки, хотя у меня на остатки было. Я до этого купила в Реве, по-моему, килограммчик. И у меня ещё мой килограммчик был. Ну, вот, я делала вареники недавно, да. Ещё есть немного замороженные. Ну, вот, как-то так, я не знаю. Ну, вот, мы тоже много закупили. Картина была. Я подошла к витрине, потому что там Тунфиш, он по скидке, и мы его всегда много покупаем, потому что и дочь очень любит его кушать просто так. И я его люблю в салате. И когда он по скидке, мы покупаем дорогую марку, она там 2 с чем-то стоит, а тут она евро с чем-то была. Ну, не помню точно цену, но знаешь, что скидка была хорошей. И я автоматом, когда вижу, что скидка хорошая, почему нет? Если не просит, срок годности там чуть ли не 2-3 года, пусть оно стоит. Можно же купить и подешевле кушать, а зачем переплачивать, да. И поэтому я подошла, беру Тунфиш, подлетает женщина, такая, вы не видели херинг, типа в томатном, селёдку в томатном соусе. Я говорю, ну, вот, пока я смотрю, да, что я не вижу, она. Шайза, все немцы там, шайза, да. Я думаю, что все знают, что это значит. Ну, типа, ах, гадость какая, да. Тут муж её. Они закупали с двумя тележками. Мы, кстати, тоже взяли две тележки, потому что я сказала, ну, невозможно подходить к витринам и что-то взять. Серёжа там ходил, одно закупал, да, там складывал муку где-то, чего-то. Я овощи закупала, чтобы не толпиться с одной тележкой, вдвоём вот не занимать. И удобнее, естественно, складывать и раскладывать. Да, мы закупались тоже с двумя тележками. И вот тоже семейная пара с двумя детками, с двумя тележками. Муж остановился, и он смеётся, ну, как бы смешком говорит, ну, если нет сейчас селёдки в томатном соусе, ты что, типа, больше кушать тебе нечего? И хихикнул. Она на него как напустилась. Ты видишь, это смешно. Это траву речь, типа. Ну, вот это значит такая плохая сейчас ситуация, а ты здесь хихикаешь. Ну, реально, правда, снимать... Я курс сняла. Сейчас ставлю видео. Вот, сами видите, сколько народу, как закупались, какие огромные тележки. И снимать было невозможно. Реально нет туалетной бумаги. Стояла палета, на которой была туалетная бумага. Кстати, вот сейчас покажу. Мы тоже вот купили. Вот здесь 6 рулончиков. 2,86 стоит. Какая-то белюкс. Вот заходит вот этот апталиюк, да, ну, вот в эту часть, где должна быть туалетная бумага. Там даже палет нету, вот этих вот поддонов, где вот это всё наставлено. Полки абсолютно пустые. И все просто фотографируют. Я что-то как-то растерялась даже. Я ни видео не сняла, ни фотографию не сделала. Ну, не знаю. Ну, вот просто реально всё пусто. Вот просто пусто. Кухонные полотенца. Я их, кстати, в шкаф уже положила. Мне досталась вот такая пачечка, вот такая. Тоже 2,7 евро. Стоило 4 урона. Можно, конечно, и без них обойтись. Но как-то уже привыкли, да, к этим полотенцам. Можно и обыкновенными полотенцами что-то там тереть, вытирать. Ну, в общем, мне досталась. Одна упаковка я купила. А, вот ещё что хотела рассказать. Вот когда эта женщина искала эту селёдку в томатном соусе, проходит, получается, я здесь с тележкой стою, тунфиш складываю, да, я купила, я не знаю, сколько я купила, 5 баночек там, да, 5. И, получается, этот мужчина с детками, с двумя тележками вот как-то вот в одном ряду, получается. И проходит женщина, и она чихнула. Я думала, этот мужчина, он меня собьёт с ног. Он как рванул с этими двумя телегами с места. И кто-то потом после этого говорит, что не нужно обращать внимание, всё это пропаганда, это всё по телевизору говорят. И, ну, говорят, место имеет быть. Школы, кстати, у нас закрыли. Закрыли до пасхальных каникул, Остенферриен. Потом будут, это 3 недели, потом 2 недели каникул пасхальных, и 20 апреля это всё заканчивается. То есть вот сейчас 5 недель школа закрыта. У нас дочь уже заканчивает гимназию, у неё получалось там по расписанию, у которого у них там цепь занятий, там совсем немножко другое, да, не как обыкновенная школа, они должны были ещё неделю отучиться, потом у них идёт подготовка каким-то там контрольным работам. В общем, она говорит, что это сильно их не напрягает, то есть у них не будет никаких онлайн занятий или ещё что-то. Другие, которые 10-й, 11-й, 10-й класс, ну, 9-й и так далее, да, это будет домашнее обучение как-то через WhatsApp-группы, через онлайн будут пересылаться домашние задания. Детки как-то 3 недели, в высококурсии, они будут чем-то заняты, потому что обычно летние каникулы 6 недель, а здесь 5 недель дома. Другая сторона вопроса. Взрослые дети, которым уже подростки, 13, 14, 15 лет, сидеть они дома не будут. Естественно, они будут выходить на улицу, естественно, они будут тусоваться в торговых центрах, где-то в каких-то, я не знаю, заведениях, может, клубах, я не знаю, да, ну, где они обычно бывают. Они не будут сидеть дома, их дома не удержать и не усадить. Конечно, маленькие детки, которые детский сад, они будут дома находиться. Опять же, если мама с папой работают. Да, говорят, что создают специальные группы, где будут деток, если нет возможности, нужно будет деток туда отвозить, и какие-то там специальные отпуски предоставляют. И просто нужно поперечься, подумать о своих близких, родных, я имею в виду людей пожилого возраста, которые подвержены боли тому, что они могут заразиться, они могут тяжело болеть и могут не перенести этот вирус. Хотя эти вирусы, их тысячи гуляют, люди заболевают, люди лечатся, не вылечиваются, у кого-то разные организмы, но поддаваться, знаете, вот эта вот сухая статистика, там столько-то человек умерло, столько-то человек, проценты или не проценты. Какие могут быть проценты, это человеческая жизнь, это чьи-то родители, это чьи-то близкие, это чьи-то родные люди. О какой статистике может быть идти речь, да? Естественно, лучше поберечься и поберечь своих родных. Если есть какая-то возможность, самая минимальная, даже та же самая возможность, меньше заходить в людные места, чтобы не распространять дальше, да, эту заразу, которая сейчас есть. Говорят, что все придумано, все наиграно, все накручено, кто-то находит себе какие-то симптомы, потому что это заболевание от головы. Я не знаю, я не могу утверждать, или там, я не ученый, я не профессор, да, и говорить, да, это так, или да, это не так. Ничего не могу. Самое главное, оставайтесь здоровыми, не болейте, берегите себя, насколько это возможно, и невозможно тоже. Все мы это переживем, все это пройдет, и все будет у нас хорошо. Наверное, так немного покажу, что накупили. Интересно, смотрите. Купили туалетную бумагу, которую я вам показала. Мы купили три упаковки, они по шесть штучек. Ну, обычно, я думаю, что все люди покупают. Мы не брали там, знаете, прям, мама дорогая, сколько? Но мы обычно и покупаем обыкновенную стандартную упаковку, там, по-моему, 18 рулончиков. Ну, вот, и получается, и взяли. Я не знаю, я никогда не засекаю, насколько хватает, закончилось, купили. На остатке тоже пару, пару рулонов еще есть. Я думаю, что проживем так, как-нибудь, и с такой туалетной бумагой. Здесь картошка, лук, стандартная закупка, в принципе. Да, единственное, что нестандартное, взяла вот такую свеклу консервированную. Ну, может, где-то на салат, где-то взяла баночку огурцов маринованных. Апфельмус, это яблочное пюре, сливки. У нас сегодня на обед будет паста с креветками. Ну, так, все, туалетная бумага поскакала. Две вот такого сыра. Обычно покупаем одну, но вот купила две. Лимончики. Паприка, хорошая цена, не очень дорогая, 2,49 было. Купили паприку. Макароны. Взяла вот таких, две спагетти, хотя у меня на остатке есть одна вот такая, одна такая темная с цельнозерновой пшеницы. Тоже, опять же, спагетти. Ну, спагетти. Вот сейчас, вот сейчас, да, я сварю на обед полкилограмма. Одна пачка сразу же уйдет. На запас взяла вот такие макароны. Они тоже были по скидке. Низа никогда не покупала. Почему не взяла ничего другого? Изборила. Скидки не было, но витрины были абсолютно пустые. Дешевых макарон вообще никаких на витринах не было. Бананы. Вот цены, вы видите, были по 99 центов за килограмм. Купили. Я купила для себя вот такой натуррайс. Где кирис, да, неочищенный, нешлифованный, белый. Так, что здесь еще у нас? Помидорки. Овощей и фруктов много не наберешь. Как обычная, стандартная покупка. Две упаковки. Купила очень много сыра. Вот такой сыр. Так, что у нас еще здесь? Затем вот такой. По две упаковочки я взяла. Взяла еще вот такие макароны. У меня Сережа сказал, закончится все это дело, но не надо будет потом покупать. Оно не испортится, есть оно не просит. Путь лежит. Так, подняла пакетик наверх. Купила два авокадо. Два манго. Так. Овсянка. Тоже дешевой овсянки уже вообще ничего абсолютно не было. Вот купила какую-то био. 95 центов. Тоже вроде как стоило. Ну, не знаю. В общем, овсянку купила. Так. Затем вот такие хлебцы. Ну, я их купила, потому что мы их едим охотно, и поэтому купила. А, соль. Так, что еще. Затем вот такие сливки взяла для того, чтобы готовить растительные. Вот такие сливки. Ну, вот сейчас Тая говорила, что я пасту буду делать. Я вам показала. Этих сливок я две купила. Так, чтобы видео не затягивать, быстренько покажу, что здесь еще. Купила вот такой конденс-мельч. Это концентрированное молоко для кофе Сережи в термос. Вот про тот тонфиш, который я говорила. Очень мы любим вот эту марочку. Она мне очень нравится, и оно вроде дороговатое, но вот по скидке накупила. Я не знаю, сколько я пила. Четыре я вижу. По-моему, пять я купила. Так, это зеленый горошек, чесночок, две головочки. И еще взяла вот такой тонфиш обыкновенный. А, это я взяла даже с подсолнечным маслом. Ну, ладно, ничего. Так, томатная паста. Что у меня здесь? Купили яблочки. Здесь пять килограмм. Не знаю, зачем. Четыре сорок четыре стоило. Ну, яблоки у нас тоже очень быстро уходят, поэтому съедим. Что не съедим, пойдет куда-нибудь настряпню. И вот пакеты еще, да, про которые я говорила. Ну, то есть я вам сказала, да, сумму покупки, и поэтому... Еще мы купили воду. Тоже в упаковках стоит. Так, что у нас здесь? Здесь мука. Творожные намазки, которые мы тоже всегда стандартно покупаем. Сережа что-то нутеллу захотел. Мука, сахар, мельш райс, рисовая каша просто с тыквой. У нас на ура. Поэтому Сережа почему-то аж два килограмма взял мельш райса. И еще и вот такой рис взял. Ой, мама дорогая. Ну, это вот Сережная инициатива. Он сказал, что не пропадет. Здесь, опять же, вот всякие баночки скляночки, молоко. Масло я взяла. Две простые пачки. И две вот такие. От Кириголь. Мягкое масло. Очень оно вкусное. Так, что еще из консервированных? Вот такие томаты. Они уже порезаны, да, в томатном соке. Готовлю. Любим. Взяла две баночки фасоли. Так, что еще? Ну, собственно, и все. А, вот одну баночку горошка. Я горошек просто с морковкой. Все, что тоже очень были практически прилавки раскуплены. Так, тостерный хлеб. И всякие хрустящие хлебцы. Это еда нам с дочей. Ну, в принципе, я еще и могу и сама постряпать хлеб. Такой сыр. Зеленый лук. Еще вот такой чеснок. Так, хлеб. Хлеб тоже. Сережа у нас в Кисле божить не могет. Покупаем всегда побольше. Я просто делю на пакетики и замораживаю. По мере надобности достаю и размораживаю, кушаем. Редиска два пучка. Еще один такой сыр. Мы его любим. Йогурт греческий. Ну, купили, в принципе, немного больше, чем обычно. Вот такие намазочки с греческим орехом. Девочки, если еще не брали, попробуйте. Очень-очень вкусно. Затем я взяла вот такие просто творожные. Без всяких добавок. Еще вот такую альмету. Это мы тоже много съедаем. Поэтому, ну, правда, да, купили больше, чем обычно. Купили хумус. Доча очень тоже любит. Взяла две баночки. Еда Тайсону. Это я купила в ДМ заходила, потому что в Кауфландии были полки пустые с едой. Да и он неохотно ест, так и было. Взяла вот такой сухой корм. Затем вот такой. Также селедочные консервы. Это уже Сережа, любитель у нас такой еды. Так, один пакет. Это мы заезжали в Вальде, потому что нужно было купить Тайсону еду. Он очень любит оттуда. В принципе, вот хорошо ест. Вот купили. И я купила себе вот такой бродкорб. Хлебница. Ну, не знаю, что-то взяла. Мне кажется, она такая большая. Мне очень нужна была хлебница. Такую, чтобы, знаете, на стол ставить, и чтобы крошки не сыпались. Моя чашка уже ужасно старенькая. Она огромная такая. Ну, что, купила. Значит, купила. Тяжелая. 9,99. Вот это можно стирать, естественно. Если не приживется, тоже можно будет также под фрукты приспособить. Такая моя покупка. Нужная. Еще из сладкого вот такие вафли. Я уже вам так быстренько показываю, чтобы не вытаскивать все это в печенье и черный чай в пакетах. Сейчас буду все это расфасовывать по сусекам, по амбарам. Хочу еще раз сказать вам огромное-огромное спасибо. Я написала слабо благодарности под предыдущим видео. И еще раз говорю вам спасибо огромное за поддержку, за добрые комментарии. Вы у меня самые лучшие. Я вас обожаю. Не болейте, берегите себя. Пока-пока.